Я не пытаюсь улучшить ваш ум, в пучине идеологии зла я пытаюсь разбудить ваше сознание, вернуть вам зрение, вернуть вам простое понятие того, что честь и свобода важнее той жизни, которая вас принуждает с детства. Как только голоса от государства начинают взывать к вашему патриотизму, это означает, что они готовятся убивать вас быстро и эффективно. Если вы сломаете механизм часов, стрелки все равно будут показывать два раза в сутки правильное время, и у ваших оппонентов всегда будет повод кричать, что в лжете и часы прекрасно идут. Мы живем в эпоху сломанного времени и кривых зыркал, а ложь правит миром. Дайте воле душе, слушайте, думайте, пишите. Приветствую всех друзей моего блога, всех подписчиков и всех новых зрителей. От времени сумерки, вернее от безвремени на пороге наступления равновесия, нам в будущем останется только недобрая память. Трудная и недобрая память о безумии тех, кто добровольно сиганул в пропасти бездушного небытия и развоплотился вместе с нечистью. Сегодня у нас воскресенье 6 февраля. События несутся голопом, как бешеные лошади, но занятые пережевыванием своей жвачки из панических страхов хомячки, ничего не видят в реальности и видеть совсем не хотят. Ибо истина для них есть страшный яд. Страшный яд для остатков разума, условно мыслящих. Их любимое занятие – верчение пальцем у виска и вопрос «Что ты курил такое забористое?» Или «Ну ты же видишь, вот и все сейчас, вот все закончится, и тут-то мы и заживем». Я долго искал им общее определение и решил остановиться на термине из классики – «мертвые души». То есть их на самом деле нет, а их тела продолжают себя, считать себя и даже чистятся в списке живых. Хотя они уже давно вычеркнуты из списка живых палачом. Поэтому они люто ненавидят тех, кто имеет душу, несет в себе искру создателя. Не обращают внимания на их суету вокруг кормушек и их ругань и проклятия. Слово их не имеет никакого значения и никакой реальной силы. Поскольку меня сильно напрягают всякие глупости, всякие комментарии на эту тему, сейчас знаете на какую, я решил поднять эту тему, тему евреев. Так как многие думают, что я их сильно не люблю. Другие наоборот пишут всякие картовые гадости. Я, друзья, общался с великим множеством евреев по всему миру, говорящими на разных языках, живущим в разных городах и поселках мира. И давно уже понял, как и кто красиво их танцует за деньги. Танцует за деньги их истории и нагромоздил тысячи мифов об этом народе. Начиная от дикой глупости об их картавости. Очень трудно встретить картавого еврея, я вам скажу. И кончая одесскими анекдотами. И подлинненьким юмором официальной иудейской элиты по этому поводу. Я сейчас повторяю, официальной иудейской элиты по этому поводу. Все это создано на самом деле иудейской элиты. Их развели так же легко и просто, как развели армян и азербайджанцев, западных русов, восточных русов, превратив одних в кацапов, других в хохлов и москалей. Осетин и грузин, немцев и русских. Хотя вот немцы и русские, я уже много раз это говорил, спокойненько себе существовали на территории Российской империи, дружно. Жили они дружно не только с немцами, но и на территории низменности Прикаспийской прекрасно уживались немцы и с нагайцами, и с теченами, и с терскими казаками. Все друг друга любили, все друг друга уважали, все очень дружно жили. У меня есть ролик на эту тему, который называется «Русские немцы, кто они?». Все делается только с одной целью, на самом деле. Раб должен всегда, я подчеркиваю, всегда ненавидеть другого раба по принципу религии, крови и обычаев, который, особенно того раба, который его побогаче и поуспешнее. Достаточно даже не любить его не то за то, что он там еврей или татарин, или чечен, или ингуш, или еще кто-то, или француз, или испанец, или логушатник, или макаронник. Это не важно совершенно. Простой пример. У меня, говорит один, только одна свиня, и та больная, а у соседа Миколы и свиня, и поросят, и кабанчик на откоме. Будет этот гад Микола сало трескать и горилку пить, а у меня даже бюрак посох в огороде. Даже плохенькой брашки из него не наварить. И вонючую брачевщину это все не перегнать. На самом деле, иудеи по всему миру, контролируя деньги, торговлю, политику, искусство и самое главное – кино и СМИ, денно и нощно культивируют ненависть именно к евреям, а сами маскируются под простыми именами настоящих титульных наций. То есть они берут себе имена, фамилии, да, вот как Лейба Бронштейн стал у нас Троцким. То есть они берут имена титульной нации, даже языка, которую хорошо не знают, и становятся, так сказать, маскируются. Мы уже это разбирали, например, деятели мировой русской элиты. Так вот, Соловьев или Сарказин – не евреи, они на самом деле иудеи. А иудеи – это идеология. Это поклонение сатане. И это очень важно понимать. Итак, начнем. Начнем сначала. Я не думаю, что я в этом ролике успею все сказать, но пойдем. Я думаю, что для тех, кто думает, этого будет достаточно. Генетические предки настоящих евреев. Берем, смотрим, где же они обитали. Обитатели восьми деревень Табасарани, Джалкан, Рукал, Камах, Магатир, Зиднан, Гуммейди, Мутаги и Белхади. Находящиеся близ развалин города, основанного, как нас уверяют историки, Ануширваном, в тесной связи с той самой знаменитой Дербенской стеной. И говорят они на языке татов, одного из наречий древнеперсидского языка. Я обочеркиваю, наречий язык татов это один из диалектов древнеперсидского языка. На самом деле древнеперсидского языка не существует, и воперцы такие же, грубо говоря, попаданцы сюда, в это отражение, как и наши потомки. Это дает возможность полагать, что они были жителями, считают наши историки, данного города, но по разорению его они переселились в окрестные деревни. Я уже показывал, как выглядит Дербен фотографию в середине 19 века, когда его снесли почти под ноль страшной атакой. В этом городе, близ деревни Бельгяди, есть ворота, удивительная работа, их можно принять за Баб Аль-Хадил, железные ворота, часто встречаемые в истории. На самом деле сам город и носил название «железные ворота», и попал сюда чисто случайно, вместе с куском отражения, в котором находился. Все население Магалов, расположенных между городами Шемаха, Кудеал, Куба, Куба вернее, как-то Геус, Лагич, Кошун, Лу, Ширванском, Бармак, Шешпара, нижняя часть, Будуха в Кубинском уезде, и весь уезд Бакинский, я подчеркиваю, весь уезд Бакинский, исключая шесть деревень, Телекеме или Туркменов, подчеркиваю, Туркменов, говорят на том же языке, то есть весь Бакинский уезд, говорит, на том же самом древнеперсидском, на речи древнеперсидского языка, что свидетельствует об их едином персидском происхождении. Так что азербайджанцы, туркмены и таты все происходят из одного корня. Таты разговаривают на татском языке, принадлежащем к юго-западной подгруппе иранских языков, говорят лингвисты. И это так и есть. С конца 20 века предпринимаются попытки по сохранению и изучению развития татского языка, особенно в годы советской власти, когда уничтожили практически всю татскую письменность. 14 декабря 1990 года на коллегии Министерства юстиции Азербайджанской ССР было утверждено культурно-просветительское общество Азербайджанской ССР по изучению и развитию татского языка истории и этнографии. Как только такие органы создаются, значит, эту культуру, этот язык, их традиции будут уничтожать в самой жесткой форме. Опубликовали букварь, учебник, авторские произведения и образцы фольклора. Конечно, только строго разрешенные после жесткой цензуры. В республике Дагестан татский обладает статусом одного из официальных языков. Азербайджане татский язык в Азербайджане татский язык является исчезающим и вытесняется азербайджанским языком. Ну, основным языком, на котором сегодня говорят азербайджанцы. Сами не всегда называли себя парси, я подчеркиваю парси, а свой язык Зубан парси. Другое название Даглы, горцы. Так вот, именно их и других потомков разных народов сейчас ускоренными темпами очень жестко уничтожают в Израиле. Кто еще не слышал, то сообщаю. В Израиле в четвертом чтении приняли закон о чрезвычайных полномочиях правительства. Просто под копирку передрав его содержание у нацистов в Германии, который был принят такой закон Рейхсдагом и утвержденный канцлером Гинсбургом 24 мая 1933 года под давлением НСДАП. Закон полностью отменил все гражданские свободы и передавал все полномочия правительству во главе с Адольфом Гитлером. Мне первый об этом то, что это принят закон сообщил в письме Ольга из Украины, которая занималась работой с сайтом. Сам сайт, друзья, вы многие спрашивали, отвечают, закрыли, по неизвестным, нет причин, не знаю почему. Потому что Валентин, он тоже жил, работал на Украине, который помог с открытием этого сайта, он работал над ним, но не успел завершить работу, так как погиб, я опять-таки говорил об этом светлой ему память. Так вот, Валентин оказывал бескорисную помощь нам и сделал сайт. Потом Ольга продолжила его эстафету, стала работать над сайтом. Но сайт он зарегистрировал через какое-то облако, через какой-то хостинг на территории Украины. Ну, вполне понятно, что, скорее всего, подобные сайты вызывают очень большой негатив в Киевской генеральной синагоге, поэтому сайт просто закрыли. Но все материалы сохранили, скоро он снова начнет работать на новой площадке. Скорее всего, я подобрал уже для него так предварительно площадку в Швеции. Если есть желающие помочь мне в этом опросе, пишите на почту конкретные ваши предложения, как вы можете помочь, потому что, ну, все потери, вы можете себе представить, сайт полностью закрыт. В комментариях писать о своем желании помочь не надо, а то в комментариях напишу, потом ничего. Если хотите конкретно писать, помочь, пишите на почту. любая помощь, реальная помощь будет приветствоваться. К чему это я сказал? К чему я сказал про этот закон 1933 года? Да просто к тому известному избитому выражению «За что боролись и с кем вы боролись?» На то и напоролись борцы с антисемитизмом. Это вашими руками ваше так называемое правительство в Израиле приняло самый жесткий антисемитский закон, который только можно было принять. Ведь ваши гестаповцы, я подчеркиваю, гестаповцы ваши, сидят у вас в вашем правительстве и в парламенте, да и во всех властных структурах мира. Они, эти палачи еврейского народа, сидят во всех правительствах и парламентах мира, да и во всех властных структурах мира Земли Икс. Это, конечно, мои только фантазии, естественно, в СМК. И никогда в иных местах, кроме высших органов мирового равената Земли Икс, они и не обитали. Пока вы были нужны, они давали вам все, что могли, что хотели, вернее, давали все, что хотели. Сейчас, когда им уже практически не нужны, я уже об этом говорил, ни банкиры, ни финансисты, ни страховые компании, ни юристы, ни режиссеры, ни журналисты, дело сделано, первый всадник апокалипсиса проехал, тем более, не нужны ни писатели, они просто сливают вас по всему миру в ноль. А там, где пока еще не сливают, то сольют обязательно все, те же Соловьевы. Как я говорил, что толпе очень нужны будут виноваты во всех тех безобразиях, которые сейчас только-только назревают. То есть, все, что было до этого, все, чем вас пугали все блогеры абсолютно про всякие мерки и закрытия, оно все пока было, так сказать, легкой забавой по сравнению с тем, что грядет сейчас очень жесткой форме. Второй всадник война выехал, за ним следом скачет расферепевший всадник голод. Так вот, когда глобальный рынок не нужен, деньги больше им не нужны, движение товарооборот не нужен, логистика им не нужна, потому что зачем логистика для мертвых? Ну, все, они так считают. Что у них получится, мы посмотрим, но это их план. Потому что терпилы везде все терпят. Вот в Израиле все сидят и терпят принятых закон, а они терпилы, они будут терпеть и сидеть. Так вот, я еще раз говорил, что толпе очень нужны будут виноваты, и это будет вся мировая элита, все иудеи, кроме самых-самых-самых иудеистов. нечисть вас ими бросит на расправу. Сначала она бросит простых, а потом всех остальных. Всех этих соловьевых и киселеев, всех паланских и мишустиных, им будет без разницы кого, лишь бы не отвечать самим. Известно, причем известно всем, кто реально интересовался этим вопросом на Кавказе, что нас усиленно убеждает в том, что часть татов мусульман действительно ведет свое происхождение от горских евреев. Однако на сегодняшний день никто не осмелился утверждать, что это один народ. То есть как-то там очень странно произошло, и таты, и горские евреи там все перемешалось, как в том самом доме Аблонских. Потому что на самом деле это был же такой же народ небольшой Кавказа, как и все остальные. Попробую внести некоторую ясность в этот вопрос. Нет никакого сомнения в том, что у них практически единая культурно-языковая и генетическая близость. Горские евреи и таты мусульмане представляют собой не два различных этноса, а один. Абсолютное большинство татов мусульман проживает сегодня в Азербайджане. Причем таты записаны в паспортах, подчеркиваю, записаны в паспортах. Как правило, как азербайджанцы. И спросить, вот я, следовательно, в переписи, как можно отличить, попробовать отличить того самого азербайджанца отличить от таты, то есть от горского еврея. Как можно это сделать реально? Азербайджанцы один, культура одна, традиции одни. Единственное, что можно говорить, о чем можно говорить, это вероисповедание. Но большая часть горских евреев, татов, они на самом деле исповедуют ислам. Теперь вопрос такой возникает в соответствии с этим. О чем вообще говорят эти самые историки Российской Федерации? Ну, если мы возьмем сам по себе Дагестан, я попробовал изучить этот вопрос. Здесь тата считается одним из местных народов, причем основную массу тата-язычного населения Дагестана составляют именно горские евреи. Тата мусульман, как ни странно, в Дагестане почти нет. В советские годы весьма активно насаждалось представление о том, что все носители татского языка, вне зависимости от вероисповедания, составляют единый татский народ, один из многих народов Дагестана. То есть в паспорте так и писали в графе национальность, пятой графе тат. И все. Нас усиленно уверяют дикой глупости. Горские евреи в Дагестане начали массово записываться в паспортах татами. Вот так пришли, начали, сами берут свой паспорт и пишут, там зачеркивают евреи и пишут тат. Нас вот такой чушь несут дикой совершенно, дабы избежать национальной дискриминации. Дорогие друзья, кто из вас видел в СССР дискриминацию евреев когда-нибудь? Ну, не считая там анекдотиков по школе. Учитывая, что вся верхушка страны, подчеркиваю, состояла из евреев, кто это мог дискриминировать евреев в Советском Союзе? вся наука, вся культура, все кино, все телевидение, все политические лидеры, мы уже об этом говорили. Может быть, в школе висели портреты детей евреев с надписью «Он еврей, не дружи, не разговаривай с ним, их не принимали в пионеры комсонольцы? Или они сидели в углу класса отдельно, грубкой такой, и вокруг были обнесены колючей проволокой? Интересно, вот такая дискриминация может быть? Или в парках отдыха стояли скамейки с табличкой «Евреям сидеть запрещается»? Так они сообщают во время переписи 1979 года, что выше 20 тысяч горских евреев предпочли назвать себя тартами. Кто сообщает? Зачем сообщает? Почему? Ба! Я вот почему-то помню совсем другое. Тем более, что я знал выходцев с того же Дербента, которые, не будучи евреями, а будучи людьми совсем других национальностей, очень хотели срочно, чтобы их приняли в евреи, записали евреями, так как Брежнев разрешил эмиграцию евреев в страну обитованную, куда они совсем не стремились попасть, потому что цель у них была совсем другая, либо сесть в Европу, либо уехать в США. Евреев отправляли в пересыльные пункты Австрии, а оттуда они мечтали все любым способом уехать в Соединенные Штаты. Вот так вот. И я скажу, что некоторые, скажем так, совсем не евреи, очень хорошо стали евреями и уехали в Соединенные Штаты, потому что смогли купить себе запись, ну как, там надо было, по-моему, насколько я помню, я не хочу врать, но по-моему, надо было, чтобы местный раввин подтвердил, что у данного человека мама была еврейка, то есть дал такую ему бумагу. Вот они эту бумагу покупали и, значит, отправлялись в страну обитованную. Что касается евреев немецких, я подчеркиваю, евреи немецкие, это тоже евреи российские, немецкие равнинные евреи, которые ничем не отличались особо от немцев. которые проживали на той же территории, Германии, Австрии, Чехии, Польши, Малороссии, Крыму и так далее. Но тут иная история, вообще-то, как они попали туда, в Германию, Австрию, Чехию, Польшу, Малороссию, Крым, она связана, тесно связана с Кавказом. Когда Александр Второй Горстейн Амарон начал срочно создавать в 1871 году, я в ролике «Парижская весна 1871 года» показал Германскую империю и Австро-Венгрию одновременно тогда же начал создавать. У него в детских лагерях было огромное количество потомков русских немцев и огромное немецкоговорящее население по Волге, по побережью Каспиед, вплоть до самого Еревана и Тифлиса. И все они жили в тесном симбиозе с огромным количеством вот этих немцев с этими самыми евреями. Потому что эти евреи большей частью наверное процентов 95-99 носили немецкие имена и фамилии. И поскольку ему надо было срочно засидеть территорию Руза в центре Европы, потому что на территории Германии жили русы. Они сейчас там живут, ассимилировавшись. То начали спестно создавать немецкую историю культуру. А немцы записали всех жителей например Пруссии тех же русов. Быстро насадили им немецкий язык. Немецкий язык корнями вышел грубо говоря из Астрахани и так далее из городов на Волге, где он везде полностью доминировал над всеми остальными языками. Слегка, как и в Скандинавии, ретушировали культуру народа русских немцев, немного насочиняли глупости, вели в обиход таких прогрессоров на территории опять-таки России, Гейны, Шиллер, Кант. Занимались этим всем конечно же кто? Иудеи, которых в огромном количестве штамповали на острые Пасхи, потому что они все клоны. Вся элита Европы была подобрана из их числа. Некоторые из этих клонов, вроде Карла Маркса Бородатова, стали символами сфабрикованной европейской и немецкой культуры. Музыку наших предков русов приписали великим композиторам, отнял у нас даже эту волшебную музыку, которая имеет одну уникальную особенность, о которой вы узнаете когда наступит равновесие, потому что это музыка управления силами. Так вот, этих живших с немцами равнинных евреев стали срочно и жестко садить под контроль равената тысячи проповедников с острова Пасхи. Быстро внедрили в их поселение под промим контролем иудейской системы культурной и религиозной инквизиции, носившей в это время название простой Ватикан. Армия иезуитов и, конечно же, подбрительным надзором верховного обер прокурора империи, потому что раньше в Европе государств как таковых не было. Не надо забывать, что до 1870 года они все и не скрывали, что они высшие иудеи и создали так называемые священные синоды. Захватив все храмы силы и проводил их культовые вертепы сеномидальной церкви. Там за очень небольшой период была сформирована не только глупейшая история человечества, но и придуманы границы, государства, нации, культура, языки на базе языка русов, тюрок, грузин, народов Кавказа. То есть взяли в эти базовые языки, в первую очередь, словообразующий великий язык русов, тюрок, грузин, народов Кавказа и начали быстро лепить языки. При этом я замечу, что не надо удивляться, как можно за такой короткий срок. Посмотрите прекрасно, что сотворили с народами на бывших территориях Советских Республик. Посмотрите сегодня на Украину, где они упорно верят, что они совершенно уникальны отдельно от остальных русов. тех же чехов возьмите, попробуйте доказать им сегодня, что они те же самые русы. Или пойдите шотландцам докажите, что они на самом деле потомки чеченцев. Это невозможно сегодня сделать. очень быстро все было сделано. То есть достаточно 20-30 лет хорошая промывка мозгов в школе и все пожалуйста готовы вам яростный и яростно всех ненавидящих вокруг себя как цепная собака голодный националист. Иногда были это очень удачные проекты получались. Например на базе мертвого латинского языка и лакского языка малого народа кавказов создали великий французский язык. Я уже говорил об этом. А эпические сказки Корабелла Амбера грузин послужили сначала основой Илиады и Одиссеи а потом мифы сказаний адыгов дали в итоге мифы древней Греции. После этого не желая особо заморачиваться они слепили мертвый древнегреческий язык взяв за основу разговорный язык современных им греков которых практически наполовину уменьшили когда разнесли ядерными ударами Крым в 1855 году и посадили этот язык древнегреческий так называем кавычках древний на основу письменности народов Кавказа черкесов и абхазцев что уже факт совершенно бесспорный но сильно замалчиваемый официалами он то есть это уже давно известно бесспорно но официалы как говорится они это не хотят признавать и даже не пытаются это делать зачем им признавать вещи очевидные совершенно им это неприятно они просто как сказать продолжают ту же самую политику не хочу не вижу и не буду смотреть какие вы мне доказательства даете вот что вы курили читайте школьный учебник не поддававшийся например я уже об этом говорил до сих пор переводной надписи на древнегреческих вазах так называемых опять и кавычках древнегреческих вазах 6-5 века до нашей эры были переведены с черкесского и абхазского языка очень легко переводивший их специалист не видел на самом деле где этот текст находится то есть был сделан чистейший эксперимент и он не видел изображения на вазах ему только показали текст ученый Эндрин Майер Эндрин Майер из Стендерского университета и Дэвид Сондерс из музея имени Пола Гетти их коллеги установили это очень легко так колоруса так звали этого знатока адыгейского и черкесского языков однажды расшифровал надпись на вазе якобы 400-го года на новую эрую на которой был изображен блеститель закона с мертвым гусем корзине это произведение искусства сегодня хранится в музее митрополитена Нью-Йорка и историки попросту переписали надпись нее не показывая лингвисту содержание рисунков кстати после того как я начал об этом говорить вдруг произошло чудо у нас исчезли практически исчезли изображения вас с надписями как-то прямо испарились из интернета открыл вчера начал сравнивать с тем что у меня было и оп смотрю а надписи на древнегреческом языке исчезают их быстро 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 убирают так вот оказалось что фраза написана на вазе переводилась как этот воришка крадет у того человека ну дословно так дословно это же условный перевод с древнего черкесского языка что вполне согласовывалось с рисунком на самом деле все эти вазы как и все то есть есть там другие вазы которые вообще не читаемы они читаются легко на языке картли грузинского то есть все эти все вазы это все керамика керамика народов Кавказа по побережью Черного моря и Северного Кавказа но потом это каким-то образом вдруг все стало древнегреческим но если вы возьмете современную гончарную продукцию в Грузии вы легко поймете историки откуда же это появилось на самом деле я еще раз все эти вазы как и все народы Кавказа попали в это отражение одновременно то есть практически одновременно попали и народы Кавказа и русы сюда не так давно и конечно же они сохранили все традиции своих настоящих миров в том числе и письменность и несмотря на все старания Троцкого а потом ГПУ им не удалось до конца стереть все эти истинные факты и они всплывают все время то тут то там достаточно просто посмотреть на керамику Грузии Друзья скоро я вам покажу реальные истоки литературного арабского языка эта тема тоже достаточно болезненная который стал языком науки на базе Казанской Великой Школы Мирового Развития в мире три была Великая Школа в Питере тогда называлась Александрия Дневская Москва и Казани Особняком стояли Кавказские научные культурные центры так у них была несколько иная форма управления силовыми потоками Но основой арабского литературного научного языка стал Кавказ Друзья внизу в описании под роликом вы как всегда найдете именно тех друзей настоящих друзей канала которые оказывают постоянно регулярно финансовую помощь моему блогу а также имена всех новых помощников Приношу им всем благодарность от себя и от вашего имени Там же есть ссылки по которым вы можете легко присоединиться к их маленькой группе Нечислав в РФ при этом мы продолжаем развивать события в мире Земли Упорно продолжает свой беспредел Теперь они начали подготавливать изъятие детей к лету как минимум Они объявили что все летние лагеря переоборудуют резервации что равно сильно загонам для молодняка А некоторые болтуны все спрашивают как только он проснется с бодуна векового и возьмет свою гневную дубинку, если только вспомнит, где он ее закопал или потерял. А может, он ее просто в костре сжег в дубинку своего народного гнева. То есть какой народ? Пойдите к любому пивному ларьку и посмотрите. В Петере 1,8 миллиона сидит на игле. Вы считаете, что их можно разбудить? Их можно разбудить только на одно. Пойти кому-нибудь морду набить, когда сил хватит, если кучей толпой, 10 на одного. Или ограбить кого-нибудь, чтобы на дозу заработать. Катерина из Польши прислала следующий комментарий. Читаю. Дополнение по Польше. Ношение тряпок должно было закончиться 0,1-0,2-го. Однако резко продлили на весь февраль. Детей и студентов посадили на месяц на дистанционку. Благо, две недели в феврале каникулы. В автобусах забракировали первую входную дверь. Кассиры в супермаркетах лютуют. Печальный вчерашний хит. Письмо девочки. Если это та жизнь, с которой мы должны жить, то я не хочу так жить. Теперь читаю вам просто по детским лагерям. Информация по регионам пошла. В летнем сезоне загородные лагеря для детей Свердловской области, заметим, кто такой Свердлов, я уже говорил, будут работать в режиме обсерваторов. Возьмите, почитайте, что такое режим обсерваторов. Об этом ходе Бликфинга рассказал начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко. Будут усилены меры против распространения у Ханьки. Это требование к персоналу. Обязательно наличие дозы и прохождение тех самых процедур. Термометрия утром и вечером для детей. Это отсутствие, так сказать, всех массовых мероприятий в лагерях. Они что там, их приковывать будут к койкам? Или это кандалы введут? Во, я придумал. Значит, один на ноги ножные колдунки, эти самые. Кандалы, как у каторжников, привяжут их к рукам. И дети в кандалах, тюк-тюк, по три человека, чтобы на дистанции. Значит, будут идти в столовую, в туалет. И потом опять к койке их приковывать будут. А койки крепко приведут к полу. Соседний лагерь в гости уже не сможет прийти. Куда же они пойдут? В кандалах-то. Пощения родителей тоже не допускаются. Еще приедут родители, посмотрят, там их дети в кандалах, как узники. То есть лагеря будут работать в условиях обсерваторов, сказал сей милостивый чиновник. Интересный вопрос такой. Вы вообще понимаете, люди, что происходит? И доколе будете это все терпеть? Теперь поговорим о том, почему это все происходит. Друзья, Салтыков щедрин писал. Многие склонны путать понятия отечества и ваше превосходительство. Я еще раз подчеркиваю, многие склонны путать понятия отечества и ваше превосходительство. Я бы добавил от себя сегодня понятие отечества у 95% населения, означает беспредельщину путинского вставания с колен в выгребной яме протухшего и страшного наут... вонючего, так называемого патриотизма. Ну и еще от этого же мастера хлесткого слова. Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать? А что вы хотите? Это не они виноваты, я все время говорю, не они плохие. Это те, кто терпит, те плохие. У них главная ответственность, это их детей везут в лагеря, это их детей сажают в наморника в школе, их детей выгоняют на мороз, имитируя эвакуацию. Они плохие. Не те, кто это делает. Те, кто это делает, они имеют просто материальную или иную форму заинтересованности или запуганной просто. А плохие именно те, кто позволяет с собой это делать. Ведь власти, я сказал, доказал это давно, никакой на самом деле нет. Вот простой пример, друзья. Подписчик Эльмира пишет, что дочка летела из Аликаунта в Хельсинки. У нее не просили ничего, я подчеркиваю, ничего, ни при посадке, ни при выходе. А она ничего не делала из всех положенных, так сказать, ритуальных жестов. Я вам все время говорил, что они же все отменили. Давно отменили. Начался второй этап. Подписчики некоторых из России пишут, что в поликлиниках содрали все объявления о буханьке. Один подписчик пишет, что пришел с дочкой в поликлинику, вышла вдруг на моих глазах медсестра и начала все эти объявления о всей этой мерзости просто сдирать в пачку и унесла. Это комментарий, там комментарий перед роликом, который до этого вышел. Но вот в Европе многие те, кто верил в уханьку непобедимого, как ни странно, когда все давно уже отменили, продолжают бегать на морниках и делать это вполне, так сказать, добровольно. Они уже возвели этого самого уханьку в ранг божественный. И опять, что все мрут и все буквально страшно болеют. Вот пример маленькая Дания. Например, в Дании десятки тысяч таких на Фейсбуке воплями пена изо рта исходят и кричат, что это все так и есть, что люди мрут как мухи. Хотя их премьер-министр официально говорит, что они вынуждены все полностью отменить, так как в интенсивной терапии все койки пустые. И там на всю страну сейчас находится всего 32 человека, в пятницу было с этим диагнозом. А они продолжают орать, что надо надевать толстые памперсы на морду и делать по 33 раза в месяц. Некоторые даже на Украине, например, зарабатывают на этом. Там 18, по-моему, долларов, что есть, платят в этих гривнах, если сделают это. Так там некоторые уже умудрились по 15 раз сделать, деньги зарабатывают в каким-то образом. Это они так считают, что они деньги зарабатывают. Есть люди, вот мне сегодня здесь сказали, которые сделали все виды, все, которые могли, то есть по три раза. То есть есть разные названия у этой жижи. И они вот пошли по три раза, сделали всех видов добровольно. То есть скрывая, что они сделали той, они идут и делают другой, еще три раза. Например, во Франции. Так подписчика еще из Италии Юлия пишет, что в Италии не осталось нормальных людей. Это ее мнение. Ходят все в памперсах, в наморниках и очень быстро ходят, буквально, чтобы только выскочить, добежать и сделать. Я вам скажу, что в Испании, Португалии, Италии скоро все будут отменять. И перестанут, как и во Франции, давать денег. Потому что премьер-министр Францев же сказал, просто все, больше мы уханьских денег давать никому не будем. Нет денег в казне. И там уже и так многие шатаются от кислородного голодания, так как спят даже в памперсах и заматывают голову при этом одеялом. А жрать им тоже уже нечего или скоро будет нечего. И даже те копейки, которые давали сейчас, уже не дадут. И вот предприятие, которым прощали долги, сейчас потребует вернуть срочно. И тогда им придется платить огромные страшные накапленные за два года задолженности. Потому что они работали, дома сидели, докторам хлопали. И вот тогда-то и начнется скоро та самая сиеста со смертью и фиеста с голодом, о которой я вам говорил еще два с лишним года назад. А кто именоват? С первого марта уже по законам той же Франции, например, можно выселять на улицу за долги. И уже в середине весны начнется радостная подзаборная жизнь латиноговорящих на юге Европы. А у них-то дети есть, а денег-то нет и платить уже не будут. И социальные платить не будут, и пенсии не будут платить. И отвезти детей из школы не смогут, и накормить не смогут. И тут-то за детьми и придут их спасать от таких непутевых родителей. И скажут, а кто же вам миноват? Где документ, что вам кто-то чего-то запрещал? Покажите, вы получали письмо официальное, что вашему бару, ресторану, или вашему кафе, или вашему такому маленькому предприятию нельзя работать. Да дайте бумагу такую, где? А, по телевизору сказали. А что у нас телевизор, это что? Лазь была? А где предписание, где покажите, что вам мэр запретил, или префект запретил? Кто вам запретил, где покажите? Ну, сказали в газете напечатать. А где печать, где подпись, где документик? Нет ничего. А почему мы должны вам прощать? Вы что два года делали? Вы что дома сидели? Еще у них будет вторая беда потом. Вспомните, что я вам все время говорил про детские интернаты по всей Европе и России. Это уже все было. А теперь они даже, те, которые привыкли к памперсам так, они теперь бесплатно выдавать перестанут. Там прямо на дом присылали во Франции. Бесплатно. А как же жить без них? Привыкли же уже. А вот здесь-то наступает вторая беда. По конституции той же Франции, вношение того самой тряпки, закрывающей лицо, есть криминальное преступление. И ее-то не конституцию никто не отменял. Я еще в начале всей этой ритуальной пляски все это сказал. Как только объявили, что надо одевать это на лицо скал, влезть мордой в памперс очень легко, а вот вылезть очень будет трудно. У меня все это есть. У меня есть ролик, например, «Все революции в одном бокале». Пойдите, почитайте. Это еще далеко, задолго до всего этого безобразия. Война обязательно будет организована как минимум для Востока Европы, если верх возьмет Ханс Адам Второй, шеф Лихтенштейна. А в Центральной Европе команды ждут армии бедных иммигрантов. Они ждут команду бедных иммигрантов. Их же не просто так привезли сюда, у них четкий план есть. Они большинство это не умеют ни читать, ни писать, но АК китайского производства знают очень хорошо. За 15 секунд разберут и соберут. А на улицах так много белых хомячков в намордниках. Как только им перестанут платить пособия на эти кварталы, они им обязательно перестанут платить на бедность. Они же приехали, им платят, им платят, им платят. Они без команды начнут грабить, бить, резать законопослушных, непуганных идиотов. Только те, кто читал, могут вспомнить. Есть такое место. В книге царств звучит четвертая книга. Звучит так, 23 параграф. И пошел он оттуда в Ефиль. Когда он шел дорогу, малые дети вышли из города. И насмехались над ним. И говорили ему, иди, пляшивый, иди, пляшивый. Ну, сказали, иди, пляшивый. Был же он пляшивый. Он оглянулся, увидел их и проклял их именем Господа. За то, что они назвали его пляшивым. И когда он это сделал, вышли две медведицы из леса и растяжали из них 42 ребенка. Книга царств 2, дробь 23-24. То есть этот Бог исполнил такую просьбу своего верного пророка Елисея. Этот Бог. Какой здравомыслячий человек будет верить в этого Бога. И возносить ему молитвы. И держать дома у себя такую страшную книгу. А теперь еще раз подумайте о детях. Вот в этих двух параграфах все есть. Какой Бог и что будет с детьми. Надо просто понимать, кто стоит в рясах, в храмах. Кто в форуме, кто сидит в парламенту, кто вещает вам в СМИ. Это все обреченные рабы и слуги нечисти. И нет им ни спасения, ни прощения. И они это прекрасно знают. Они звери, загнанные в угол. Они делают все, чтобы утащить с собой как много больше людей. Раны их уже смертельны и заоплощение им всем уготовано. На них не распространяются никакие правила. Что надо делать с тигром-людоедом или с медведем-шатуном? А толпы все бегают и протестуют с плакатиками. Возьмите в руки плакатики, пойдите в лес, где бродит шатун. Перевоспитать тигра-людоеда куда проще, чем современного епископа или телеведущего. Они обречены и нам уже малоинтересны. Друзья, а теперь самая важная новость. В Швейцарии считают, что эта самая уханька становится эндемическим заболеванием. Из 3 февраля снимает часть всякого рода ограничений. Говорится в решении Федерального совета, опубликованного в среду по итогам заседания правительства. Появляется все больше признаков того, что кризис заканчивается и начинается эндемическая фаза. Говорится в заявлении. Вы представляете, что они вообще написали? Я сейчас объясню. Эндемическое заболевание. Я подчеркиваю. Эндемическое заболевание. Характерное заболевание для определенной местности. Что такое эндемик? Связано с резкой недостаточностью или избыточностью содержания какого-либо химического элемента в среде. Вызывает заболевание, например, человека. Например, по недостаточности йода в пище простой зоб, так называемый эндемический зоб. По избыточности селена в почвах появление ядовитой селеновой флоры и многие другие так называемые эндемии. Те, кто в Швейцарии приняли такое решение, открыто снесли в ноль всю уханьку, которую столь сильно продолжает нам проповедовать на весь мир. Позднее некоторые сверхумные, вот после того, где вы найдете, там были поздние варианты эндемических заболеваний. Они там причислили к эндемическим заболеваниям локальные вспышки инфекционных, в кавычках, заболеваний в каком-то регионе. Но опять-таки эндемические заболевания, это заболевания чисто вот в каком-то регионе, в маленьком. И это должны быть заболевания, которые имеют постоянный, там сезонный или какой-то иной, или там каждые 5 лет, или каждые 7 лет характер. Только ума, вот у всех, кто это пишет, не хватило для простого вывода. Что, например, регулярный морс среди грызуновых эндемиков вызван естественной причиной. Например, применение пестицидов. Вот как, например, пойдите, да, вот. Возьмите остров Мадагаскар или остров Маврикий, и там вы увидите плантации сахарного тростника, ананаса Виктория. И вот там употребляют огромное количество всякой химии. Естественно, эндемики этих островов, они это очень тяжко переносят, и практически уже все занесены в красные книги. Но это никак не связано с тем, что там есть какие-то эндемические бактерии, или какие-то инфекции, или микробики, которые этих эндемиков убивают. Например, кролики в местах некоторых, в Австралии, как нам говорят, гибнут массово. Почему? Потому что рост популяции, грузины начинают исчезать мгновенно. Вот в какой-то области, где их стало слишком много. Это природа сама регулирует. Или происходит изменение просто среды, условий обитания. В результате промышленной деятельности человека. Как, например, влияние на коралловые лагуны, коралловых островов. Там люд приезжает, купается, все используют солнцезащитный крем, и там начинает умирать кораллы, гибнет вся жирность, которая в огромном количестве там жила. Это никак не связано с чем-то иным. То есть, фактически, вам открыто сказали, что вас открыто убивают. Потому что эндемические заболевания вызваны влиянием того, что вас атакуют. Например, к эндемическим заболеваниям относились заболевания шахтеров или заболеваемость в городах, где стояли химзаводы или стоят. И давали в свое время в Советском Союзе путевки такие им, санатории для лечения этих самых эндемических заболеваний, вызванных тем, что они дышат не тем, чем надо. Потому что стоит комбинат, например, цирлозный, отравляет весь город, где он стоит. Это же все просто и все ясно. Ролик сегодня немножко длинный. Ну, кто-то терпел, тот эту самую важную новость и услышал. А сейчас, как всегда, немного поэзии. Друзья, немножко обычной, может необычной лирики. Это на ваш суд. Стрехозрение называется «Плечи твои». Пахнут плечи твои малиной и липовым медом. Пальцы пахнут июльской волшебной прохладной росой. Легкий вальс в тишине, но с серебряным звоном. Вдруг разбился бокал, и хрусталь заскрипел под ногой. Это, к счастью, шепчу я тебя от невзгод защищая. Это, к счастью, дорог сквозь июля малиновый дым. Где придет к нам ничто, мы с тобою, родная, не знаем. Но ведь сердце мое до конца отстучит молодым. Да, все меньше друзей за столом поднимает бокалы. Да, все чаще вокруг их уносят куда-то года. Рубежи и война, и конечная точка причала, На котором нас ждет с одиноким мужчиной ладья. Я запястье твое с тонковенной подкожей целую. Пульс под пальцем живет, отмеряя положенный срок. Ты меня иногда даже к тени красивой ревнуешь. Да, не ангел, прости, хоть годами забелен в песок. Пахнут плечи твои малиной и липовым медом. Не люблю я духов, ты мне это ведь тоже простишь. Не люблю я мужчин, что не знают огня и свободы. Не люблю я, когда ты тихонько о чем-то грустишь. Родерер в хрустале и июльская ночь за плечами. Пахнут пальцы твои прохладной и чистой росой. Я ловлю тишину, ее нужно ловить над свечами. И в бокалы бросая, опять любоваться тобой. Ну, друзья, вот на ваш суд, как вы скажете, так, кому-то может понравиться, кому-то не очень. Просто небольшое стихотворение с соответствующим настроением. Это считайте, что просто подарок настроению. Благодарю вас всех за внимание. Как всегда, до следующей встречи в четверг.